Всем привет! С вами Тамара Огин. И сегодня мы с вами продолжаем говорить об искусстве управления голосом. Знаете, бывает такой момент на публичных выступлениях, когда голос просто очень быстро выходит из строя. Буквально несколько минут и всё. Ученики очень метко называют такое состояние «голос умирает». Ну, правда, такое бывает. Это очень неприятно. Особенно, когда тебе надо, например, презентовать свой товар, и хотелось бы это в лучшем виде сделать, а твой главный инструмент презентации просто вышел из чата. Вот давайте сегодня поговорим, почему такое может происходить и что можно с этим сделать. Говорить мы будем на примере моего занятия. У меня только что занятие закончилось, и мы там как раз вот с этим работали. И так как мы работали с этим успешно, я хочу поделиться нашим опытом. Вообще, сегодня очень интересный такой день. Как-то так получилось, что, не сговариваясь, несколько человек записалось поработать именно с разговорным голосом. Там среди запросов была подготовка к проведению лекции, потренироваться перед проведением подкастов и приготовиться к выступлению на конференции. Вот как раз про конференцию-то и пойдёт речь. Какой запрос? Ученица говорит. Вот у меня выступление на полчаса. Я его репетирую и понимаю, что голос вот буквально несколько минут, и он начинает уставать. Я хочу с этим поработать, я хочу улучшить ситуацию, чтобы всё-таки мне, меня хватило на эти полчаса, чтобы я могла нормально свою презентацию сделать. Как мы здесь делаем? Конечно, надо сначала нашего голосового пациента посмотреть, как он там себя чувствует, наш голос, как он себя ведёт и как вообще эта усталость выглядит, как она звучит. Ну и по ощущениям, кстати, как воспринимается. Поэтому я ей говорю, давай ты сейчас мне начнёшь рассказывать, а я сижу поанализирую. Она рассказывает, проходит, наверное, минуты две-три, она заканчивает одну часть, и я задаю свой любимый вопрос. Как там себя голос чувствует? Она говорит, ты знаешь, уже устал. Вот он уже всё, он начинает уставать. Я прямо чувствую это. Представляете, прошло всего две-три минуты. То есть это 10% всего лишь от того времени, которое ей надо проработать. Это совершенно, конечно, нам такое не подходит. Я начинаю задавать наводящие вопросы. А вот опиши, что значит устал? Это как? Что ты чувствуешь внутри этой усталости? Именно в самом горле. Может быть, там как-то что-то сжимается, давит. Может быть, наоборот, распирает. Может быть, тянет. А может, как-то скребёт, чешется. А может быть, вообще печёт. Или, не дай бог, болит. Она подумала и говорит, знаешь, я чувствую, что там сухость и першение. И ещё сверху на звук, во время её рассказа, накладывается такой скрип. Вот такой вот, вот такой. Ну, то есть вот когда, как штробас, да, вот расщепление связочное, такое, как скрип двери. То есть какая-то часть вот этого интернационного нашего диапазона почему-то переходит вот в такой скрип. Я думаю, так. Мы конкретно проблему очертили. Усталость, и она выглядит вот так. Начинается самый интересный этап. Прямо я обожаю этот момент, потому что, ну да, правда, это безумно интересно. Какая же причина вот у этого происходящего, да, вот у этих всех симптомов. И какой же из способов в этот раз сработает. Потому что способов масса. И все люди разные. И причины у всех разные. И вот интересно, какой же из способов в этот раз подойдёт. Я начинаю думать. Першение и сухость. Это результат того, что там скрип? Или наоборот, скрип появился потому, что там першение и сухость? А может быть вообще третий вариант, что искрип, и першение и сухость все втроём. Это результат какой-то, скажем, такой причины более высокого порядка. В итоге именно вот этот третий вариант и оказался. Я анализирую дальше. Вообще, когда мы изучаем вот какой-то такой момент, анализируем его, очень важно это делать на разных планах. То есть, например, на самом ближнем плане рассматривать какие-то вот такие мелкие детали. Но также важно ещё немножко отдалённо, чтобы как будто, вы знаете, со стороны наблюдать. И стараться всю картину целиком объять. Потому что очень часто бывает так, практически всегда, что вот всё вроде бы гладко, да, гармонично в звуке, как в прическе. Вроде всё хорошо, но один непослушный локоть делает вот так. И как вы его не укладываете, сколько вы на него чего-то, лака, я не знаю, чего-нибудь выливаете, он всё равно будет вот такой вихор. И вот этот вихор, он как раз цепляет наше, как правильно сказать, в данном случае, наверное, не зрение, а слух, слуховое зрение. Ученик тут на занятии выдал просто гениальный перел. Он сказал, я это спел, зажмурив внутренние уши. Просто шикарно. Вот этими самыми внутренними ушами, да, надо их разжмурить обратно, да, и надо посмотреть на эту картинку, что привлекает внимание, что цепляет внимание. И вот я так присмотрелась и понимаю скорость. Вот она, меня цепляет, с ней что-то не так. Я понимаю, что она очень быстро говорит. То есть, прям вот так вот, и там нету пауз ни между предложениями, ни между словами. То есть, это вот такое единое бегущее полотно. Я понимаю, ну вот, вот похоже вот это. Надо проверить. Я говорю, знаешь, вот у меня ощущение, что дело в скорости. Попробуй сейчас помедленнее начать рассказывать. Она берёт тот же самый отрывок, ту же самую часть, рассказывает, проходит то же самое время примерно, и я задаю тот же самый вопрос. Как там себя чувствует горло? Она говорит, слушай, а этих ощущений почти нет. Я думаю, класс. Вот всё. Это значит, что мы попали в причину. Потому что это, в принципе, ну, такая лакмусовая бумажка, да, то, что помогает понять, вообще в нужную сторону идёшь или нет. Это вот как раз, когда ты трогаешь какую-то причину, ну, ты думаешь, что это она, но пока ещё на 100% не уверен. И ты видишь, что симптом начинает уходить. Причём очень быстро. Конечно, целиком оно сразу не уйдёт, разумеет. Но это физика. Тут надо время, тут нужно потренироваться. Всё-таки это привычка. Но, видите, уже стало намного-намного лучше. Думаю, прекрасно. Причину нашли. А вот действительно, почему скорость так влияет на усталость голоса? Кажется, да? Ну, что такого говорить быстро или говорить медленно? Ну, почему? Попробуйте себе представить, что вы, например, живя в каком-то другом городе и всю жизнь имея желание посетить Третьяковскую галерею, наконец-то в неё попадаете. Но у вас только один день. И неизвестно, когда вы в следующий раз приедете. Поэтому у вас задача посмотреть всё. То есть вот всю Третьяковскую галерею, а это какое-то, не знаю, неимоверное количество залов, нужно посмотреть за один день. Что вы будете делать при такой задаче? Вы, конечно, будете ходить без устали. Просто вот так, без остановки. Ходить, 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 ходить. Вы устанете. То же самое голос. Когда он на большой скорости летит, ему негде присесть. Он очень быстро устает. А когда мы говорим с такой более размеренной скоростью, в более медленном темпе, и делаем паузы между частями предложений, между предложений, даже между словами, есть какие-то небольшие зазоры, то голос такой вот он шёл, 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 пауза, он оп, так, подождите, сел, расслабился, нормально, пошли дальше. То есть вот эти небольшие паузы, и сама даже скорость такая невысокая, она позволяет голосу по чуть-чуть, как бы, знаете, перезагружаться, обнуляться, подкармливаться. Тут можно выбрать какое-то наиболее приемлемое, удобное себе выражение. То есть фактически голос успевает отдохнуть. И таким образом он может распределить свой ресурс более грамотно, ну и более равномерно, на нужный нам отрезок времени. В принципе, любой голос рано или поздно начинает уставать, даже супертренированный. Здесь дело именно в том, как мы распределяем наш голосовой ресурс. Тогда, если мы распределяем его равномерно, тогда нам хватит его на дольше. Вот таким образом работает скорость. Но почему ученица изначально вообще так быстро говорила? Не просто так. Дело в том, что она своей темой горит. То есть она очень многого там знает. Мне вчера было безумно интересно слушать. Если честно, я думаю, боже мой, почему мы ограничены во времени? У нас всего час. И я хочу эту презентацию до конца дослушать, потому что меня прямо затянуло. Но, увы, нам нужно было работать еще много над чем, поэтому, конечно, до конца не получилось. Но это было настолько интересно, что меня просто зацепило буквально там с двух частей. Она горит своей темой, и она, в принципе, очень энергичный человек. То есть вот этот импульс, который как раз и давал нам такую высокую скорость, этот импульс, он является такой личностной частью. Его нельзя никуда убрать, да мы, слава богу, и не сможем. Но мы этому импульсу не дали идти по вектору скорости, но мы его никуда не убирали. То есть он есть, просто мы ему не дали идти сюда. Что делает импульс? Он начинает искать какие-то другие выходы, ему нужно куда-то выйти. И вот здесь я просто в восторге. Насколько наш организм не дурак, насколько он осознан, насколько там все продумано просто до мелочей. Главное к нему прислушиваться. Вот кажется, задача была всего лишь понизить темп. Но что сделал организм? Он не просто понизил темп. Когда ученица второй раз рассказывала мне свой материал, я сейчас сижу и думаю, надо же, как интересно. Я становлюсь более вовлечен. То есть как слушатель я больше вовлечена в то, что она говорит, в процесс. Хотя я просто сижу и слушаю, я молчу. Она вот мне рассказывает, а я просто внимаю. Но я больше вовлечена. Думаю, интересно, почему? Понятное дело, что когда скорость невысокая, то воспринимать легче, проще. Но тут был еще один момент просто великолепный. Я вдруг понимаю, что она начала в нужных местах делать акценты. Помните, у нас недавно было видео про голос для ТВ. И мы с вами там рассуждали, разбирали, из чего этот голос складывается, из каких аспектов он состоит. И вот один из аспектов как раз были вот эти акценты. Такие небольшие акценты. И она стала это делать. Хотя вроде бы задачи такой не было, но вот организм сам это выдал. Просто импульс пошел по другому вектору и нашелся вот такой прекрасный выход. Все. Класс. Я безумно довольна, что у нас это получилось, что мы всего за час смогли так хорошо продвинуться. Давайте подытожим. Вот есть проблема. Голос устает. В целом, как показывает опыт, это проблема практически всех нас. Я думаю, почти нет ни одного человека, у которого так или иначе этой проблемы не было. Вот опять же, даже тренированные голоса все равно будут так или иначе уставать. Проблема распространенная. Что можно с ней сделать? Во-первых, проблему мы уже описали, в целом, да, голос устает. Во-первых, нужно прислушаться к своим ощущениям. У нас у всех они разные. Помните, я вначале предложила целый список совершенно разных ощущений, и в итоге ученица даже какие-то свои назвала, которых в этом списке не было. То есть, нужно описать ощущения. Это нужно для того, чтобы вы лучше понимали свое тело, свой голос. Что мы делаем дальше? Да, проблема описана довольно точно теперь. теперь нам надо постараться найти причину, вот именно вашу, в вашем случае, потому что у всех людей все по-разному. У меня в этой работе очень большой опыт, и этот опыт позволяет с высокой точностью и за очень короткое время находить причину. Но, если вы делаете это самостоятельно, как здесь можно поступить? Можно подумать, из чего в целом вообще складывается наш голос, наш звук, и прямо выписать себе на бумажке по пунктам. Ну, из чего он может состоять? Громкость, скорость, дикция, какой-то эмоциональный аспект. Прямо вот выписываете все, что приходит вам в голову на эту тему. И потом, методом исключения, прямо по списку, да, может быть, это громкость, попробую говорить громче. Помогло? Нет, ощущения те же. Попробую говорить тише. Помогло? Нет, тоже не то, звук не нравится, и ощущения остались на месте. Со скоростью проверить то же самое. С каким-то эмоциональным аспектом проверить то же самое. Ну-ка, а может быть, что-то как-то я запинаюсь, ну-ка, надо, наверное, повторить материалы. Так, ага, вот этот абзац, этот абзац, так, цифры повторил, все получше выучил, отлично, пробую еще раз. Помогло? Помогло. Выясняйте, причина в том, что вы плаваете в материале, например, да, и голос тут за вас отдуваться не будет. Просто выучите материал, и все будет нормально. Таким образом можно помочь себе преодолеть, да, выйти из вот этой проблемы с усталостью голоса, найти причину. И тогда, конечно, вам на публичных выступлениях станет проще и комфортнее. Подписывайтесь на канал, поставьте лайк, чтобы я знала, что вам интересна эта тема. Обязательно посетите мой сайт tamarogenmusic.ru и мы с вами увидимся в новых видео. Удачи!